Приветствую вас и посмотрите на эту ситуацию таким образом. Человек рождается в первый раз как социальный индивид, то есть субъект социальных отношений, субъект социума определенного круга людей. В подростковом возрасте особо важно быть в группе, занимать место в группе, быть принадлежным в группе, быть счастьем ее. Так вот табакокурение выступает символом группы, так как в подростковом возрасте все группы, все компании делятся по определенному роду занятия, по определенному образу поведения, по стилю. Табакокурение есть не что иное, как стиль поведения, что является символом для изначальной группы. Курение есть символ, символ объединяющий группу, что впоследствии создает компанию друзей. И тогда гипотеза будет звучать примерно так. Так, табакокурение, как основополагающий символ принадлежности подростков группе. Примерно так можно сформулировать ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в уличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.